Маша и Медведь. Русская народная сказка. Жили-были мужик да баба. У них была дочка Машенька. Собрались раз девочки в лес по грибы по ягоды, пришли звать с собою Машу. «Иди», — говорят отец с матерью, — «только от подружек не отставай, а не то медведь поймает — съест». Пришли девочки в лес, стали собирать ягоды. Маша за кустики зашла и отстала от подружек. Стала она кликать, стала аукаться, не отзываются подружки. Ходила-ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучала Маша, никто не отвечает. Тронула дверь, дверь и открылась. Вошла Маша в избу и села на лавочку. А в той избушке жил Медведь, только его тогда дома не было. Вернулся Медведь домой, увидел Машу и обрадовался. «Теперь», — говорит, — «не отпущу тебя, будешь жить у меня, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить». Поплакала Маша, потужила. Да ничего не поделаешь, стала она жить у Медведя в резьбе. Медведь на целый день уйдет в лес, а Маше приказывает никуда без него не выходить. «А если убежишь, все равно поймаю, и тогда уж съем». Стала Маша думать, как бы от Медведя убежать. Думала, думала и придумала. Приходит раз Медведь из лесу, а она и говорит ему. «Медведь, Медведь, снеси моим батюшке и матушке в деревню гостинчика». «Ладно», — отвечает Медведь. «Снесу». Вот Маша напекла пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит. «Я положу пирожки в этот короб, а ты отнеси его в нашу деревню. Только смотри, короб не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок влезу, за тобой следить буду». Медведь вышел из избы, а Маша сейчас же залезла в короб и сверху пирожки положила. Вернулся Медведь, смотрит, короб готов, на полу стоит. Взвалил он его на спину и пошел в деревню. Идет Медведь между елками, бредет Медведь меж березками. В овражке спускается, на горке поднимается. Шел-шел, устал и говорит. «Сяду на пенек, съем пирожок». А Маша из короба. «Высоко сижу, за тобой гляжу, не садись на пенек, не ешь пирожок». Оглянулся Медведь, поднял короб и пошел дальше. Шел-шел, остановился и говорит. «Сяду на пенек, съем пирожок». А Маша из короба снова. «Высоко сижу, за тобой гляжу, не садись на пенек, не ешь пирожок». Испугался Медведь. «Вот до чего хитрая, высоко сидит, далеко глядит». Встал и пошел скорее. Пришел в деревню, нашел избу, где Маша и отец с матерью жили. И стучит в ворота. Тук-тук-тук-тук-тук. «Открывайте, открывайте, я вам от вашей дочки гостинцев принес». Тут собаки почуяли Медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. Напугался Медведь, уронил короб и давая в лес бежать. Вышли мужик да баба к воротам, подняли короб. А в коробе Машенька сидит, живая и здоровая.